Здравствуйте, меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла об истории средних веков, четвертый сезон, где мы говорим об истории стран Иберийского полуоустрова, Испании, Португалии, и в этой части цикла он говорил о Наваре и Арагоне, ну и в дальнейшем о Барселоне. Прежде чем перейти к новому выпуску, я напоминаю, что продолжаются активные боевые действия путинской России против Украины, необоснованная, не оправданная ничем война, которая начиналась еще в 2014 году, в ходе которого Россия захватила и Крым, и часть Донбасса, а теперь пытаются захватить еще и оставшуюся часть Донбасса, и южные территории Украины. Это, конечно, все осуждается мировым сообществом, но тем не менее Россия опорствует, обстреливает мирные города Украины. Я покину свой родной дом, нахожусь в относительно безопасном месте. Если у вас есть возможность и желание побежать в мой проект, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте patron.com.kso.kho.kho.v и также присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени в Альфа-Хлопе. Предыдущий выпуск мы закончили на смерти короля Навары-Красия II. Начинается XI век, и первая половина его это период расцвета Навары. Она становится мощнейшим христианским королевством на Иберийском полуострове, как раз правление Санктия III, поздно Великим. Хватился он между 992 и 996 годами, а вот его отец Гарсия II умер и погиб между 1000 и 1004 годом. Получается, что Санктий взошел на престол в весьма юном возрасте. Разумеется, правило вначале он не самостоятельно, а правило Рейдинский совет. В 2010 году Санктий женится на дочери графа Кастилии. Вероятно, с этого периода начинается уже его самостоятельное отправление. Примерно ему от 14 до 18 лет. Скорее всего 15 и больше возраст совершеннолетия. Давайте напомним ситуацию на Иберийском полуострове в это время. Кордовский халифат после смерти Аль-Мансура в кризисе. Скоро он распадется на Таифы. Королевство Леона, в котором правит Альфонс V и только-только восстанавливается после того опустошения, которое Аль-Мансур ему причинил в конце X века. Графство Кастилия на тот момент совершенно независимо от Леона. И ситуация явно благоприятствует Санктию, которой владеет Навара и Араконом, женится на дочери графа Кастилии. В течение десятых и двадцатых годов XI столетия Санктий III постепенно начинает экспансию Навара на сопредельные земли. Вначале он захватывает обезлюдевшие земли между Арагоном и Каталонией. Это графство Собрарбе. Видимо верхняя часть Эбра реки. Ну и также погибает граф соседней Рибагорцы и Санктий III присоединяет это графство. Затем граф Барселонский вроде бы признает себя вассалом Санктия III, хотя вообще-то он был вассалом короля Франции по-хорошему. И ничего о разрыве этой вассальной зависимости мы не знаем. Поэтому может он просто признал Санктия III более таким знатным или могущественным. И также Санктий III оказал определенное влияние на герцог Слава Гасконь, которая на минуточку находилась гораздо севернее, то есть севернее Перемея. И Гасконь тогда еще не объединилась с Эквитанией, что произойдет в середине XIX века. И правил ей герцог Санктий VI, родственник короля Навара. И герцог довольно много времени проводил в Пампоне. Самая главная тема, благодаря которой Санктий III пошел в историю, это покорение Кастилии Леона. Как мы знаем из выпуска номер 7 этого сезона, граф Кастилии Гарсия был братом жены Санктия III. И он был убит в Леоне, изгнанным из Кастилии дворянами. То есть изгнанники. Граф поехал в Леон, и там его эти изгнанники убили. А Санктий III, благодаря женитьбе на старшей сестре Гарсии, счастливым покровителем Кастилии и защитником молодого графа. Убийство он использовал как предлог для ввода войск Навара в Кастилию. Тем более, что наследницей была как раз вот жена Санктия. И новым графом Кастилии был объявлен их сын Фердинанд. Это вот бывший знаменитый король Леоны Кастилии, Фердинанд I Великий. Однако права на Кастилию все-таки у Фердинанда через его родителей были не бесспорными. Поскольку все-таки формально Кастилия была графством в составе королевства Леона. А в Леоне в ту пору правил молодой король Веримунд III. В этом 1032 году было решено разрешить споры о Кастилии весьма элегантно. Через династический брак Фердинанд женится на сестре Веримунда и получает Кастилию в качестве преданного. Но уже в 1033 году король Санктий III Наваррский начал боевые действия против Веримунда. А в следующем году в 1034 году объединенное войско Навара и Кастилии вошло в Леон, где Санктий III был еще раз коронован. С тех пор он носил гордый титул божьей милостью короля Испании. А на некоторых монетах даже встречается титул император. Король Санктий III умер 18 октября 1035 года. Его обширные владения были разделены между несколькими сыновьями. Старший Гарсия III был объявлен королем Навара и должен был стать верховным сюзереном над своими братьями. А его братья это Гундисалов или же Гонсало в современной испанской транскрипции получил графство Сабрарба и Рибаборсу. А также титул подчиненного короля, который по латыни звучит как Регулус, в то время как полноправный король это Рекс. Значит еще один брат Фердинанд правил Кастилии, видимо тоже с титулом Регулус, то есть подчиненный король. А графство Аракон досталось незаконнорожденному сыну Санктия III Ранимиру или в современной испанской транскрипции Ранио, который обязался не претендовать ни на какие другие земли и получил титул то ли Бальги, то ли тоже Регулус, то есть подчиненный король. Воспользовавшись смертью Санктия III воинственной из Леона Галисию король Веримун попытался отбить свое королевство. Он вернул себе Леон, даже начал кампанию по отвоеванию в Кастилии. Но вот в борьбе против него король Навара Гассия III оказал поддержку младшему брату Фердинанду Кастильскому. И 4 сентября 1037 года в битве при Тамароне они разбили Авнюю Веримунда, а сам король Леона погиб. А Фердинанд, который был женат на его сестре, предъявил права на трон Леона, был коронован королем Леона и Кастилии. И, в общем-то, с него начинается эта новая династия, дом Хименес на троне Леона и Кастилии. Мы об этом говорили подробно в выпуске в новинстве этого сезона. В благодарность за помощь Фердинанд уступил Наваре земли Кастилии до Бургаса. Ну, не включая сам, конечно, город. Однако, постепенно младший брат освобождается от зависимости от старшего. Он усиливается и перестает переставать верховенд Бургасии III. А с объединением Леона и Кастилии Навара постепенно перестает быть самой мощной крестьянской державой Иберийского полуострова. Завершает ее ослабление братоубийственная война между Лукостью и Фердинандом. В битве при Атапуэрке 1 сентября 2054 года король Навары потерпел поражение и погиб. Трон Навары унаследовал старший сын погибшего короля Санкт-Петий IV. Ему было тогда 14 лет. Многие из наварской знати перешли на сторону Фердинанда. Молодому Санктюр пришлось искать союза с королем Леона. Он признал его также королем Кастилии. И те Кастильские земли, которые ранее были уступлены Наваре, вернулись в Фердинанду. Санкт-Петербург подбежал другой его дядя, правивший в Арагоне ранний мир. И в обмен на это король Навары передал и ему некоторые земли. Но относительно мир длился недолго. Уже в 1067-1068 годах возразился конфликт, который вошел в историю как война трех Санктий. Или война трех Санчо. Это король Навары Санкт-Петербург. Король Кастилии Санкт-Петербург. Он тогда еще не был королем. Был еще жив его отец Фердинанду. Но скоро он станет королем. А знаменосом Санкт-Петербург был знаменитый Эль-Сид. Ну и также Санкт-Арагонский. Это сын Ранимира, который к тому времени умер. И соответственно Арагоном правил тоже его сын по имени Санкт-Петербург. Как и ранее Арагон был на стороне Навары против Кастилии. Но решающей победы никто не достиг. Но вообще-то Санкт-Кастильский в принципе сначала одерживал верх. Но потом там возник такая патовая ситуация. Она связана с тем, что начались распри между Санкт-Кастильским и его братьями. О чем мы тоже говорили в предыдущих выпусках. В 1076 году король Навары Санкт-Петербург был убит своим братом Раймундом. Или же в испанской транскрипции Рамоном. И сестрой Эрмесиндой. Они сбросили его с утеса в Пеньялене во время совместной охоты. У Санкти остались два сына, но они были очень маленькими. И похоже, что их звали Гарсия. И одного и второго, хотя для меня это странно, потому что это какая-то накладка в летописи. Может быть сын-то был один, как раз Гарсия. Но в некоторых летописях почему-то написано, что и другой Гарсия. Ну, неважно. Трон Навары в любом случае не достался. Этот вот Гарсия, ну или старший из двух, обратился за помощью королю Леомана и Кастилия Альфонсу VI. А Наварская знать была очень резко настроена против Кастилии. И поэтому они предпочли Санктия Арагонского, который провоспросил себя королем Навары под именем Санктий V. Скажем немного тогда об Арагоне. До середины XI века он был графством и входил в состав королевства Навара. Как мы помним, давно в IX веке еще он был независимым. Графством он там пресеклась династия. И в результате гимнастического брака он достался к Умплоне, ну а потом Наваре. С 922 года. Значит, Санктий Великий передал его своему неизвестенному сыну Рамиру. Де-факто он был независимым правителем. Но все-таки, хотя бассалы называли его королем, он никогда сам себя так не называл. И он называл себя сыном короля. Были термины регулус, подчиненный король. Был термин квази-про-реге, то есть как бы заместитель короля или вице-король. Ну а полноправным королем, то есть рекс, это был его славный брат Россия III. Около 1042 года Ранимир вероятно с согласия с Россией получил графство Сабрарбе и Рибагорса, которые освободились после смерти их брата Гундисалва или же Гонсалу. Они были близки к Арагону территориально, ну и в общем-то позволили заметно расширить пределы владения Ранимира. Далее он пытался отвоевать у Мавров ближайшие крупные города Уэсска и Сарагоса. Не достиг успеха, скажем сразу. В 1063 году состоялась битва при Грауссе. На стороне Эмира Сарагосы был Эль-Сид, ну Санктий Кастильский. Тогда он еще был принцем, Фердинанд еще был жив. Но вот выступил Санктий Кастильский и его верный Эль-Сид. Ранимир был разбит и погиб. И соответственно на трон Аракона в 1069 году перешел в Санктию сыну Ранимира. Как и отец, он не стал называть себя королем. Он также сохранил традиционный союз с Наварой. В Кастилье война трех с Санчо, о которой мы уже говорили, он был на стороне Санктия IV Наварского. Значит, изменилась ситуация только в 1076 году. Санктий Наварский был убит, напомним. Мы об этом уже говорили. Его малолетний сын Гарси обратился за помощью к королю Леона. Наварская знать была против Кастильской. И поэтому наварцы не захотели тогда поддерживать Гарсию. И избрали королем Санктия Арагонского. И вот тогда уже он стал называть себя королем. И Санктием V, соответственно, Наварским. Он отыгрался за поражение отца. В 1983 году взял Краус. Но в 1984 году он был разбит в битве при Морелле. Против войска мира Сарагосы. И, кстати говоря, в очередной раз его соперником, его противником, вернее, был Эль Сид. Который тогда выступал на стороне мусульман. Погиб Санктий V в 1094 году при осаде Уэски. Трон Навары и Араконы пришел его старшему сыну Петру I. Его назвали в честь Святого Петра, но по-испански Петро. Это довольно воинственный и активный правитель. Он взял эту же Уэску в 1095 году. Победил армию мира Сарагосы. Сблизился с Эль Сидом, кстати говоря. А Эль Сид в 1096 году стал же правителем Валенсии. И в 1098 году Петр и Сид заключили брак между сыном Петра и дочерью Сида. И вместе они сражались против Аль-Моравина. Главной военной целью Петра стало покорение Сарагосы. Но он этой цели не достиг. С другой стороны, в его правлении активно развиваются города и городские общины. Которые ему Петр предоставил ряд Флэрос. Король умер в 1104 году. Его дети не пережили отца. И поэтому престол перешел его свободному брату Альфонсу. Альфонс, первый король Арагона и Навары, вошел в историю под именем воителя. Еще в правлении брата он участвует в осаде Уэске. Затем он вместе с Сидом в Валенсии. В 1109 году заключил его брак с Уракой. Дочерью Альфонса VI. Наследницей Леоны Кастильи. Знать которых не очень верила в способности женщины править в такое бурное время. И рассчитывала на полководческие таланты Альфонса. В борьбе против Альморалитов. А так как мы уже знаем из выпусков номер 8. Брак этот был неудачным. Альфонс был человеком жестким. Везде ставил своих людей. Леона Кастильская. Знать об особенности Галисии. Категорически не хотели с этим мириться. Тем более что у Урака был сын от предыдущего брака. Это будущий король Альфон VII. Поэтому вскоре последовал конфликт. Разрыв между Альфонсом и Уракой. Развод. Ну и Альфонс вернулся в свое королевство. Посвятил себя в борьбе с маврами. В историю он вошел как такой архетип короля солдата. Он спал в доспехах. Он сам говорил что посвятил всего себя войне. А главным его военным достижением стало взятие Сарагосова на 1118 году. Ну а также он захватил немало и более мелких городов. И значительно расширил пределы Арагона на юг. Альфонс I умер в 1134 году. После одной из неудачных военных кампаний. Детей у него не было. На престол Навара и Арагона возникло сразу несколько претендентов. Во-первых это младший брат короля Ранимир. Во-вторых это Гарсия. Правнук короля Навара России III. Но он происходил не от Санктия IV. О котором мы говорили. А от его незаконнорожденного брата. То есть по боковой уме. Далее это был король Леона и гостили Альфонс VII. Собственно пасынок Альфонса I Наварского. И еще некий Петр де Атарес. Это правнук короля Ранимира I. Самое забавное что никто из них не был законным наследником. Так как Альфонс I оставил завещание. В котором он завещал королевство ординалом госпитальеров и тамплиеров. Но это завещание не было выполнено. Знать в Арагоне избрала на трон Альфонс II. Брата Альфонса. Папа Римский с этим согласился. Более того. Этот Ранимир. Он вошел в историю под прозвищем монах. Потому что он к тому времени был монахом в Наргоне. И папа освободил его от этого обета. Чтобы он стал королем. О его правлении мы еще поговорим. А вот знать в Наваре не желала подчиняться Арагонской линии. И в пеку им она избрала королем Гарсию IV. Который вошел в историю под именем Восстановитель. То есть он как бы восстановил независимость Навары. Хотя первоначально Гарсия признавала старшинство Ранимира. Итак Ранимир II монах стал королем. Освободившись от обета безбрачия. Но правил он недолго. Он в общем-то не хотел быть королем. В начале своего правления, тем более, он столкнулся с заговором знати. Сумел расправиться с ними. Там было такое событие в Уэске. Он вроде как пригласил знать показать им новый колокол. А потом приказал схватить и казнить 12 вероятных заговорщиков. Ну лидеров заговора. Но вот через три года в 1137 году Ранимир II отрекся от престола и удалился в монастырь. Дело в том, что в 1136 году у него родилась дочь. Ее назвали Петра Нила. В честь как раз сводного старшего брата короля Петра. Ну Петра Нила это как бы женский вариант имени Петра. И тут же Ранимир обручает девочку с графом Барселоны Раймундом Берингарием IV или Рамоном Берингаром IV в испанской конскрипции. И этот граф становится рейтингом. Потому что он же отцовский человек, девочка еще владеет. И это было лично между Барселоной и Арагоном. Но с нее начинается как раз объединенное королевство Арагон, столицей которого станет Барселона. Которая во многом будет ассоциироваться с Каталонией. Но эта уния станет настолько прочной, что королевство Арагон у нас скорее ассоциируется с Барселоной, чем собственно со старым Арагоном. И об этом мы поговорим отдельно в выпусках, которые начнутся с истории Гарса Барселонского. Теперь вернемся к Наварре. Король Навара Гарсия IV был вынужден искать покровительство у короля Леона и Гастилия Альфонса VII. Который тогда был цените могущества и вскоре объявил себя императором всей Испании. Это было не очень легким решением, так как Гарсия IV даже пытался найти в союз с Альфонсом Португальским в противовеской стиле. Но в итоге, имея на востоке укрой стороны Объединенных Арагона и Барселоны, все же остался под покровительством Альфонса VII. Умер Гарсия IV в 1150 году и трон Навары перешел его сыну Сантию VI. Сантий VI вошел на престол в нелегкое время. Навара была слабой. С двух сторон у него были сильные державы. Леон с Кастилия с одной стороны, Арагон с Барселоной с другой. Они отрывали от Навары куски. Сантий VI выбрал союз с Арагоном и Барселоной, когда после враждебного Амура и Мунда Берингария IV там пришел к власти Альфонс II, который был настроен более мировым. И даже предложил Наварре разделить с Арагоном отвоенные земли в Бурсии. На 1190 году Навара и Арагон заключили союз в городе Порха против Кастилии. И старшая дочь Сантия VI Берингария была выдана замуж с английского короля Вичарда Львиное Сердце. А король Навары умер 27 июня от 1994 года. Престол пришел к его старшему сыну Сантию VII, прозванному Сильмен. Именно в правлении этого короля появился знаменитый герб Навары «Золотые цепи» на красном фоне. Сантий VII, как и его отец, столкнулся с зажатостью королевцев между двумя более мощными державами – Кастилии и Арагоном. Отношения с Альфонсом VIII к Кастильским были плохими. Сантий VII пытался войти в отношения с Альбахадами в Африке, чтобы объединиться против Кастилии. И он даже в Африку отправился. И пока он отсутствовал в Наваре, то король Кастильев вступил в союз с королем Арагона Петром II и они вместе напали на Навару. В результате Навара потеряла обширные земли на западе – где-то треть своей территории с городами Виктория и Сан-Себастьян. Хотя бы на 1212 году войска Навара участвовали на стороне Альфонса VIII знаменитой битвы при Пластнавос де Толоса, все же владение Наваре не вернуло Кастилия. Санктий VIII вовсе не был плохим правителем, как можно было бы подумать. Хотя и уменьшившаяся на треть Навара была преуспевающим королевством, финансы были сбалансированы, жители процветали, казна наполнялась, контакты с мусульманами позволяли заимствовать лучшие достижения науки и культуры. А двор Санктия был одним из самых элегантных дворов Европы того времени. А так здоровье Санктия VII в 20-х годах XIII века ухудшилось, он передал управление страной своей сестре Бланке, которая была замужем за графом Шампани, Теобальдом III, когда король Санктий VII, последний представитель дома Хименес вообще на троне какого-либо королевства, в 1234 году умер, то он вроде бы завещал Навару королю Арагона Иакову II, или же Хайма II. Но наварская знать категорически не хотела вновь уни с Арагоном и передала тон племяннику покойного короля, сыну его сестры Бланке Теобальду IV, графу Шампани из дома Блуана. Вообще-то Теобальд это древний германский имя, мы его встречали в начале первого сезона в правлении мирогингов, так звали некоторых королей. А современная французская транскрипция этого имени это Тибо, поэтому часто можно услышать про графа Шампани Тибо. Альтамира Кривия дальше вообще не рассматривает историю Навара, считая, что теперь это часть истории Франции. Но я с этим категорически не согласен, потому что, конечно, Теобальд IV в Шампани, Теобальд I в Наваре. Мы будем использовать наварскую нумерацию, соответственно. Он был под огромным влиянием северо-французских традиций, но все-таки Навара не была фёдом Франции. И Теобальд I, хотя он был слишком увлечен крестовыми походами, делами во Франции, поэзией, вот такой советский человек. Но он попробовал внедрить часть французских практик в Наваре. Заключил союз с королем Арагона, выдал свою дочь за короля Кастилии. После его смерти в 1239 году Навара перешла его сыну Теобальду II, который в целом продолжал внутреннюю политику отца. Но в борьбе с аристокати он делал уже большой акцент на городском населении, на буржуазии. И активно жаловал городам Фуэрес. Во внешней политике Теобальд II был бедным союзником Людовика Святого, на дочери которого был женат. В 1270 году вместе с королем Франции он отправился в 8-й крестовый поход, очень неудачный для христиан. И, возвращаясь уже из этого крестового похода, он в этом же году умер. И трон Навара перешел брату его, Генриху I. Навара в 13-м веке процветала, хотя и потеряла большие земли. Генрих продолжал политику отца, он развивал города, был верным союзником короля Франции. Он попытался было вернуть утраченные Наварой земли на западе и, соответственно, захваченные Кастилии и земли, но не преуспел в этом. И потом заключил уже брачный союз с Альфонсом Десятым, выдал своего сына за дочь Альфонса. Этот сын Теобальд погиб в результате несчастного случая, а вскоре и сам Генрих умер. И престол Навара отошел его дочери Йоанне, или же Жанне во французской транскрипции. Почему во французской транскрипции? Потому что ее выдалил сам уж за короля Франции Филиппа Красивого. Ну, тогда он еще не был королем, но впоследствии король Франции Филипп Красивый, благодаря женитьбе на Жанне, получил Шампань и получил Навару. Ну, если Шампань пошла в Францию, безусловно, то Наварра, независимое королевство, с тех пор была некоторое время в личной унии с королевством Франции. То есть это было два королевства, но под властью одного монарха. Это был Филипп Красивый, потом это был Людюрик Десятый, потом это был Филипп Пятый и потом это был Карл Четвертый Красивый. Вот, собственно, когда Карл Четвертый умер, то личная уния была расторгнута, потому что во Франции приходят власти Филипп Девалуа из-за солического закона, потому что престол не мог передаваться по женской линии. В Наварре солического закона не было, Наварра не была под властью Франков. И поэтому там женщины могли наследовать престол и передавать наследование престола и, соответственно, трон Навары перешел к старшей из внучек Филиппа Красивого, дочери Людовика Десятого, Иоанне, которая стала королевой Иоанной Второй. Она была замужем за графом Девре, и поэтому следующая династия Навары, дом Эвре, ну это уже позднее средневековье, забегая вперед, скажу, что Навара все-таки потеряет на определенном этапе свою независимость, вернее ее большая южная часть, она войдет в Испанию, она и сейчас в составе Испании, а северная, небольшая часть Навары останется независимым королевством, там будет править ряд французских домов. И, в конце концов, там будет король Генрих Наварский, который станет королем Франции и Генрихом Четвертым, и тогда уже эта часть Навары войдет в состав Франции. Вот, в общем-то, все о истории Навары. Я благодарю вас за внимание, и соединяйтесь к моему сообществу на Patreon, patreon.com КСАВАЛ подчеркивание КХОКХЛОВ Подписывайтесь на мой канал в YouTube Вайл Хохлов Оставайтесь на этом канале До новых встреч, до свидания